здравствуйте мои дорогие здравствуйте мои хорошие здравствуйте сегодня хочу дать немножечко мотивашечки и перед этим хочу такое типа объявление или как сказать не многие спрашивают я уже говорила где-то прямом эфире наверное но прямые эфиры я в одноклассники вконтакты не выкладываю вот потому что потому что я хочу сказать не все видео не все видео есть я делюсь в одноклассниках вконтакте потому что например прямые эфиры в одноклассники вконтакте некоторые мои друзья некоторые знакомые они говорят а зачем эти прямые эфиры а что они дают а для чего они поэтому есть такие видео которые я выкладываю только в ю тубе почему я выкладываю только в ютубе, потому что все, кто смотрят в ютубе, они хоть немножко, хоть малейшее представление, малейшее, они имеют понятие, наверное, что это и для чего это. Поэтому те, кто желают смотреть все видео мои, все, что я выпускаю, подписывайтесь на мой канал в ютубе, и там будут все видео. Ну, ладно, мои дорогие, а сегодня будет порция мотивашечки. У меня, ох, как просится, шкафчик прям умоляет меня, говорит, Эллочка, наведи порядок, мы уже жить не можем в этом хламе. И сегодня я сказала, хорошо, мои дорогие. Ну что, поехали! Напротив ванной и туалет у меня есть такой шкаф, он типа бытовки. И вот, знаете, вот, ну не всегда же там, знаешь, так, прям положил на место и все, прям положил на место. Ну, это не про меня. Вот, и поэтому очень часто мне приходится наводить в порядок. Я думаю, что раз в месяц это сто пуду. Вот. Ну, еще у меня есть здесь такая мазочка-фазочка, неудачно я сделала. Вернее, когда я делала этот шкаф-купе, мне умные люди, которые там работают, которые рисуют, монтируют, они мне не подсказали одной идее. И это я вам сейчас покажу. Чтобы кто будет заказывать шкафчики, ну, шкафы-купе не попали в такой же просак. Так, поехали. Вот, смотрите, шкаф-купе у меня из трех дверей. Но у меня здесь четыре отдела. Вот один отдел. Дальше идет второй отдел. Видите, не до конца двери открываются. Я могу только здесь что-нибудь положить. Дальше. Сразу показываю хлам вам мой. И второй не до конца, видите. И третий здесь. Ну, здесь чуть больше хоть можно положить. Боже, 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 какой бардак. Еще и четвертый. Вот. Здесь у меня тоже так. Ну, здесь хоть... А здесь все открывается. Здесь у меня вот для шланга вот пылесоса. И вообще я делала сюда, чтобы доску гладильную ставить. Но моя доска гладильная широкая. Она сюда не помещается. Поэтому она у меня стоит в прихожей. И вот такой. Поэтому здесь минимум нужно было четыре двери делать, чтобы они все открывались. Ну, или как-то поменьше. А мне сделали три двери. Поэтому... Ладно. Теперь поехали убирать. Вот я вам показываю, какой у меня бордель здесь. Видите? Запомни меня, молодой и красивой. Вот запоминайте, какой хлам. Сейчас я это все вытяну. То у меня там порошки. Все там... Такое... Мои крема, мазюлочки. Которые утренние, вечерние ритуалы. И вот это вот тоже уже обычно складываю. А здесь все уже накидала. Мама, не горюю. Вот. В общем, сейчас все. Кель-манда от Мандыки. И... Протру полочки. И что надо, что не надо, повыкидываю. Что вообще наведу порядок. Получается в двух отсеках. А у меня сегодня есть аж 40 минут. Так что поэтому поехали. Вот я уже показывала, как я делала вот эту подставку для лаков. Кто не видел, может зайти посмотреть. Если не забуду, оставлю ссылку. Тоже нужно перебрать мне лаки. А! Эти лаки. Какие мне надо, какие не надо. В общем, стоит она у меня в прихожей. Так что... Жива еще и здорова. И ничего с ней не случается. Вот. Так, в лаках навела порядок. Все. Вот это на Вакенштейн. Потому что давно они и засохшие. Вот. Теперь буду знать, что у меня есть, что нет. Так. Это тоже все, что у меня для ногтей есть. Это нужно все-все сейчас перебрать. Так. Вот это уже давным-давно французский маникюр. В общем, сейчас переберу. Посмотрим, что останется. Так. Ну вот все, что у меня осталось. Здесь кое-что я повыбрасывала. Вот. Вот еще у меня для маникюра. Это для шлака. Это у меня такая... Я здесь... В общем, когда как это... Дезинфицирую свои щипчики, все очень удобно. Замочил, сюда наливаю. Средство у меня специальное, если трудно. Ну, я покупаю в профессиональном. Сюда кладу. Хотя бы так. Или даже если вот так вот сейчас положу. Даже вот нужно просто положить сюда инструмент. Побрызгать спиртом или опять дезинфицирующим. Вот оно полежит там. Потом опять-таки так открыл. И оно сохнет вот на этом лотке. Мне очень удобно. Так. Здесь у меня все для шлака. Вот это Выкинштейн с Алиэкспресса заказывала. Чтобы снимать шлак. Мне они не нравятся. Вот эти вот супер. Вот эти классные. Так. Здесь у меня кисточки для шлака. Лаки. У меня лаков немного. Сейчас еще идет. Три штуки. Так. Вот это надо отсюда убрать. Я заказала с Алиэкспресса. Это тоже с Алиэкспресса. Нормально. Но это я сейчас заказала как вот эти три в одном. Потому что эти с основой и с липкой поверхностью. А это так. Средства для снятия биогеля. Геля искусственных ногтей тоже есть. Так. Это масло. Так. Выкинштейн. Вот эти тоже лаки уже все. Они еще знаете как это. Я не помню уже сколько им лет. Холодные. Если холодные, то они вот такого цвета. Если теплые, то они другого красного цвета. В общем, сын и зеленые. Так. Вот это все мне надо. Кисточки здесь. Это не закроет по-моему. Да. Это знаете что? Средства для снятия тоже биогеля. Так. Ладно. Уберу их в другое место. Освободилось. Сколько-то. Тяжки может сюда подойдет. Нет. Это сильно. Сейчас. О! Подходит. Ля-ля-ля. Так что как раз все у меня. Для шелакка в одном будет месте. Вот. И лампа. Конечно же. Короче, это только с маникюрного все, что выкинуло. Лаки уже все. Масла были для кутикул и органи... Ну, для рук все уже. Срок годности заканчивался. Все эти лаки выкидываю. Ну, вот это посмотрю. Может оставлю. А вдруг. А вдруг как-то жалко выкинуть. Вот. А вот это все выкидываю. Ну, еще в пустых баночках я много вам покажу. Там всякие порошки. Какие... Какие... Чем я пользуюсь для мытья. Боссы, моссы. В общем, идем смотреть, что получилось. Так, для депиляции у меня вот еще есть такой аппаратик. Эти... А где, а где, а где после депиляции крем? А-ха-ха. А-а-а. Масло, масло, не крем. Сейчас. Вот оно. Я же в ванной принимала. Сейчас его сюда. Да, покажу, что я все вытяну. Это все надо перетереть, перебрать. Вот это все. Полки пустые. Тоже их сейчас помою. Все-все-все-все-все-все. И переберу. А здесь еще... О-о-о-о. Смотрите. Все-все. Вот так. Нужно все перебрать. Так, ну иду с коридором. Показываю из коридора то, что ничего уже нет. Все. Там на кухне тоже покажу, что все уже пусто. Открываю я эти половинки. Трин-тин-тин. Так, здесь у меня, в общем, наверху остались там мыло, зубные пасты, НЗ. Здесь мои там расчески бигуди во второй белые. Здесь одна кастрюля. Это если консервацию делать. На второй полке это у меня то, что большие, никуда не помещаются миски, крышки. Так, и здесь вот это для цветов, удобрения, там все такое. И этот мой вакууматор. Вот это пусть лежит, глазам усолит. Дуже спрашивать у знакомых, может кому-нибудь понадобится. И там у меня для замачивания белья, для пола, окна мыть и пыль протирать. Большие тазики, все. Здесь у меня, короче, порошки, так храню. Здесь у меня еще закатка есть, щетки всякие, поласы, частицу, машинка и оверлок. Это вся полка полностью для маникюра. Это лаки, это лампа для шелака. Здесь тоже все там для маникюра жидкости, там пилочки, все такое. Ну, это я показывала для замачивания инструментов. Это шелак. Все. И вот это кульма взял в ванну, что надо. Вообще у меня здесь еще пустая целая, такая вот поменьше. Я подошла к этой полочке, набрала то, что мне надо на утреннее, на то, что мне надо на вечернее. И взяла, принесла и все. То есть все мухами. Здесь у меня всякие тряпочки, мочалочки. Не знаю, видно или нет, темно. Это все для мыла, тоже для мыла. А здесь детские игрушки. Это когда внуки приходят в ванной. Вот. Так что все. Теперь все у меня чистенько. Я очень рада. Ушло у меня вот на это все 30 минут. И еще время осталось. Я сейчас зеркала помою быстренько. Так. Ну, в общем, показываю, что здесь тоже ничего не осталось. Не осталось. Не осталось. Не осталось. Так что я очень рада. Ну, вот и все, мои дорогие. Все, что я вам хотела сказать и показать. Если я кого-нибудь смотивировала, я буду, ну, очень рада. Спасибо большое, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь моим видео. Пишите комментарии. Ставьте пальчики вверх. И всего хорошего вам, дорогие. Всем пока-пока.